Всем привет! Вы на канале Шить для себя это удобно. И я сегодня буду шить для себя очень удобные брюки в стиле джинсы из джерси. Из джерси с начесом. Посмотрите, вот такая ткань. Внутри начес. Мне нужны тепленькие брюки на зиму, для того, чтобы комфортно ходить по улице. По форме они будут напоминать джинсы. И для того, чтобы их шить, нужно понимать, как джерси растягиваются. При растяжении, вот так, они растягиваются не больше сантиметра. И именно это я буду использовать. У каждой джерси свое растяжение. У моей ткани такова. Вот я взяла 10 сантиметров, растянула и увидела, что растягиваются они буквально около сантиметра, не больше. Именно этот коэффициент, который равен 0,92, я буду использовать. Запомним мы его, что коэффициент 0,92 растяжимости. Почему я опять рассказываю про брюки? Потому что буду шить брюки в облипочку. Практически как лосины. Я ношу такие брюки. Построения, которые я давала у себя на канале, они правильные, точные. Такие же, как и сегодня, но без коэффициента. И для того, чтобы внести изменения в конструкцию с учетом коэффициента, я немножко подробнее расскажу о брюках. Строить мы с вами не будем, а как я строю, обязательно расскажу. Итак, для построения понадобится измерить себя. Обхват талии, я пишу свои значения, в моем случае 90. Обхват бедер сейчас 112. Обхват бедра на расстоянии 5 сантиметров от линии бедер 65. И высота сидения нужно тоже померить. Это расстояние от талии до самой выпуклой точки. В моем случае 27,5, насколько я помню. Это обхваты. Обхват колена тоже нужно измерить. А теперь очень подробно, как я строю брюки. Для чего я делаю эти измерения. От пола до линии талии по боку измеряю высоту до талии. Затем от пола измеряю линию шага. Точка сочленения ног, линия шага. Высота шага. Высоту колена я также измеряю от линии пола. И длину переда измеряю от линии пола. И высоту со стороны спинки тоже измеряю по линии пола. Для чего я это делаю? Это очень важно. Для того, чтобы сразу, без погрешностей, определить расположение передней точки, боковой и задней. Как это выглядит? Измерив высоту переда 98, я отмечаю от нижней точки 98. Ставлю значение. Затем отмечаю линию бока. Вот оно, значение. И оно 101. Разница между 98 и 101 3 сантиметра. Вот они. Теперь отмечаю линию по спинке. И она у меня 106. Я просто даю информацию для понимания, для того, чтобы определить линию талии. Вот смотрите. И потом линия пойдет вот таким образом, чтобы было мне понятно. Для этого я это и делаю. И потом уже на вот этой сетке отмечаю еще очень важное значение. Замеряю себе. Вот здесь боковой шов. Здесь и здесь. Вы можете зрительно его себе отметить. И обхват бедра. Общий обхват бедра у меня 112. А дуга по переду и дуга по спинке до бокового шва. Вот так, если провести. Дуга по спинке до бокового шва. Нужно эти значения разбить на две дуги. То есть первая дуга по переду и вторая дуга по спинке. В моем случае дуга по переду 25 сантиметров, а по спинке 31. То есть если их сложить, это получается 56. Умножить на 2, получается мой обхват бедер. И обратите внимание, какая большая разница у меня. 6 сантиметров практически по обхвату. Чаще всего во всех построениях дают 2 сантиметра. Что задняя половинка больше передней на 2 сантиметра. Ну максимум 4, а у меня 6. Этот нюанс не учтен. И поэтому, когда я меряю все заводские брюки, то у меня получается вот такая картина. По боковому шву. То есть мне не хватает спинки. Это кратко я вам рассказала, как я использую. А теперь нужно вот эти значения полудуг умножить на коэффициент. 0,98. Мы берем калькулятор и определяем, какой ширины нам нужно сделать перед брюк и спинку. Для этого я имею в виду, это 1,2, конечно же. Чтобы было понятно. Это 1,2 поудуги. Теперь для этого мы 25 умножаем на 0,90. Сколько мы сказали? Мы сказали с вами 0,92. У меня получается 23 сантиметра. То есть в конструкцию я буду вводить ширину переда. Вот здесь 23 сантиметра. А по спинке, значит, при умножении 31 на коэффициент 0,92, получается 28,52. 28,5. И получается, что 23 плюс 28,5 получается 51,5. И если мы умножим на 2, получается 102 сантиметра. А у меня почти 103, а у меня 112. Представляете, сколько я буду забирать, если поставлю 112 обхват бедер. Вот такой коэффициент я учитываю и вношу в корректировки при построении основы брюк. Вот, чтобы было понятно, вот это боковой. Здесь у нас передняя половинка. А с этой стороны, это я схематично рисую, задняя половинка. Это чтобы было вам понятно. Вот. Сейчас покажу, как выглядит моя базовая конструкция брюк. Брюк, которую я, конечно же, построила по той же самой методике, которую показываю вам на своем канале. Смотрите, пожалуйста. Итак, смотрим на мою выкройку. Смотрите. Те, кто знаком с моим построением, вот эта задняя половинка так выглядит, это передняя половинка так выглядит. Вот. Значит, как строятся брюки? Сначала строится передняя половинка. И на передней половинке я вам расскажу сейчас основное. Линия низа по 9 сантиметров. На линии колена по 10 сантиметров. В моем случае 44 сантиметра до линии колена. Линия бока 101 сантиметр. По переду спуск вот здесь вот 3 сантиметра. Шаг 5 сантиметров, в моем случае. И здесь одна вторая полудуги по переду, как вы измеряете у себя. Вот. И плавно здесь соединяете. Четко следуйте по строению, которую я вам давала. Задняя половинка строится на основании передней. Если уложить одну деталь на другую, по низу 11 сантиметров, по линии колена по 14 сантиметров. Значит, здесь по шаговому срезу клин в два раза больше, чем передний клин. Вот. Отступаем 3 с половиной сантиметра и проводим среднюю линию вверх от боковой точки. Поднимаемся на 5 сантиметров. Вот так выглядит моя выкройка. И здесь, вот на этой линии, мы отмечаем 1 четвертую полудуги по спинке. Вот здесь. Все. Это основное, что я хотела вам рассказать. Теперь я все раскраиваю. Если помещается в натуральную величину, просто укладываю и вырезаю. Если нет, то обычно я делаю это валетиком. Вот так. Ширину швов я делаю где-то полтора сантиметра и на уровне среднего среза будет гульфик, как у джинс. Сзади, со стороны спинки не будет никаких выточек, а будет резиночка в поясе. Будут очень удобные брючки. Показываю раскладку. Ширина ткани 1,60 м, сгиби 80 м. И при моем размере я помещаюсь идеально. Больше, конечно, если у вас чем 112, вы не поместитесь в трикотаж. А здесь я помещаюсь. Что хочу сказать важно. Не забываем рисовать вот так гульфик. Ширина гульфика я оставляю 5 см. от линии сгиба. И важно соблюсти нить основы. Вот на выкройке отмечена линия основы. От сгиба я отмечаю одну и ту же величину. И вот чтобы относительно сгиба везде была одна и та же величина. И укладываю ровно. То же самое делаю попереду. Все то же самое. Они должны ровно лежать относительно линии основы. Оставляю по 1,5 см. И здесь, видите, вот остается ровно 1,5 см. И все четко вырезаю. Останется вырезать только пояс. Ширина пояса в моем случае будет 3,5 см. И ширина подгибки, которую я даю, сейчас не совсем видно. Это тоже где-то 3,5 см-4 см на подгибку. Итак, детали выкроены. На чем бы я хотела остановиться поподробнее. Что длина пояса должна соответственно длине линии талии. Вот так укладываете. Измеряете. И отмеряете в двойном размере такой пояс. Вот. Здесь будет немножко гульфик. И часть идет на шов. То есть вот можно просто смело взять вот это умножить на 2. Теперь обратите внимание, что всегда я когда раскраиваю, вот здесь ставлю отметки для совмещения. И еще по линии колена, и чуть выше, чтобы не перекосить ткань, чтобы ткань лежала правильно. Значит, молнию я буду использовать металлическую, как для джинс. Вот. И еще дополнительно выкроила откосок. Как я его выкроила, я уложила его вот сюда. И чуть-чуть на сантиметр длиннее сделано. Ширина 4 см. со сгибом. Вот. Здесь будет уложена молния, но на нем я остановлюсь поподробнее. И перед тем, как уже стачивать и обрабатывать брюки, значит, нужно обрезать одну часть. Вот смотрите, у женщины заход вот такой. Получается, что справа налево. То есть получается, что вот эта часть нам нужна, а вот эта часть, мы ее обрезаем. Смотрите, вот состыковали. Здесь у нас будет линия, по которой будет соединяться. И у меня здесь рассечка. И нам нужно обрезать в полутора сантиметра от рассечки. Вот так я отмечаю. И если еще поподробнее, то буквально на сантиметр вот так выйти и остальное обрезать. И обрезаем. Участки вот здесь, здесь обязательно нужно обработать дублерином. Любым дублерином, какой у вас есть, каким вы привыкли работать. Все. После того, как мы продублируем эти детали, можно все срезы обработать на верлоке. Ну, за исключением верха, конечно. Боковые, шаговые, срез банта. Вот это можно обработать на верлоке. Обработку брюк начинаем с обработки гульфика. Я беру откосок, как я его заготовила. Я проложила строчку, сложила пополам и вот оверлоком проложила строчку. Вот эти кусочки я просто застрачиваю на машинке. Можно заправлять, но я застрачиваю. Загибаю и застрачиваю. И все. Вот. Но сейчас не об этом. Прежде чем собирать гульфик, укладываем молнию, оставляем сантиметр, чуть-чуть больше, 1,2, вот, в уровень с оверлоком. И на лапке я ее использую для потайного, для потайных молний, ну, и здесь в том числе. Притачиваем. Сначала можно притачать по краю, а потом вторую строчку чуть поближе. Устанавливаем чуть больше стежок и притачиваю гульфик, вернее, молнию к отпуску. Даю строчку. Следующую строчку даю чуть-чуть ближе, но можно ее и не прокладывать, не обязательно. Вот так это выглядит, а с изнанки вот как. В самом конце вот эти уголочки можно развернуть в сторону, чтобы они не мешали. Вот так. Получилась заготовка. И теперь эту заготовку мы берем, так как мы шьем женские брюки, поэтому нам нужна половинка, смотрите, по которой мы намечали линию и отрезали частично. Вот. И теперь нам нужно, чтобы строчка была дальше, чем та линия, которую наметили. Это центр. Укладываем гульфик. Уравниваем срезы. Можем строчить здесь. Я тоже эту линию проложила и, конечно же, укрепила, как я вам и говорю. Говорила. Так. И теперь даем молнию, растягиваем, потому что будет мешать в начале застежка. вот. Теперь я положение иглы поменяю, чтобы с этой стороны было. Укладываю и строчу. Строчу на ширину лапки, ну, где-то 0,7 может сантиметр. Видите, вот здесь между этим будет где-то 0,7 сантиметра то, что нам и нужно. дострачиваем, ставим закрепку. Немножко мешает камера руку туда-сюда. Вот что получается. Вот так. И теперь я переворачиваю вот таким образом и даю строчку в самый-самый край. Вот сюда. В самый-самый край. Правая часть дойдет до линии и перекроет, мол, у нее видно не будет. Так обычно делаю я. Значит, положение иглы меняю в правое состояние. Строчку обычно в районе в районе трех ставлю и застрачиваю. закрыть молнию. Чуть-чуть дальше вот этого ограничителя и аккуратно сначала закрепку, а потом вдоль строчки вдоль молнии закрепляю. я надеюсь, мне не помешает вот эта застежка. Вот что получилось. Теперь приступаем к правой половинке. Левую мы заготовили. лицо с лицом правую сторону укладываем на левую и совмещаем по линии, которую нарисовали. То есть совмещаем рассечки. Вот они эти рассечки. Мы совмещаем и скалываем уголками. То же самое делаем здесь. Все четко. Для этого наизнанке лучше нарисовать линию. Вам так будет виднее. Все. Скалываю. Для чего я это делаю? Значит срезы эти нужно уравнять. И на данном этапе их можно источать. Но и сейчас сначала лучше сделать вот что. Нужно наметить линию, отогнуть и посмотреть. Вот смотрите куда укладывается молния. Видите? Я для себя вот так намечаю ее. Можно приколоть. Теперь переворачиваем и пристрачиваем сначала молнию к откосу вот этой части отлетной к обтачке цельнокройной и даем строчку вдоль вот здесь. Так чтобы выходила одинаково с одной и с другой стороны. Мне нужно молнию раскрыть, поэтому я раскалываю то, что закалывала. Сейчас я раскалю. вот и теперь сначала пристрачиваю по краю молнии вот здесь. Строчка должна быть параллельна. Здесь тоже продублировано, поэтому ничего не потянется. кто не умеет конечно строчить ровно, тот наметывает. И дострачиваем вот до самого конца. Не обязательно оставить закрепку. Вот пристрочили. и теперь закрываем молнию. Все уравниваем. Обрезаем ниточки. Вот что у нас получается. Укладываем рассечку на рассечку. Вот так. Теперь закалываем. по нужным нам линиям можно приутюжить. И теперь вот нужно стачать непосредственно средний срез. Для этого после того, как мы закололи по намеченным линиям срезаем. На изнанку переворачиваем и теперь стачиваем по намеченным линиям. Вот это мне можно отколоть, потому что оно мне будет мешать. Вот ровно укладываем все аккуратненько чтобы ничего не мешало и стачиваем. Вот эти срезы должны быть ровные. и доходим вот до намеченной линии. И ставим закрепку. Вот что у нас получилось. хвостик можно спрятать повнутрь чтобы он не мешал. так. И застрочить либо вручную. Это по вашему желанию. Теперь выворачиваем на лицо. У нас получается все очень красиво. И нам осталось только наметить линию. Приутюжить. Наметить линию вот здесь. Обычно я делаю 3 сантиметра и настрачиваю. но сначала нужно разутежить шевчик. Разложить в разные стороны. Вот что у нас получается. Это левая половинка, а вот это правая. Закололи по линии. Совместили здесь рассечку. Теперь наметили 3 сантиметра. раскрыли молнию. Теперь наметили участок до которого мы строчим. А вот этот участок мы будем строчить после уже соединяя правую и левую половинку между собой. сначала вот так я строчу строчку ставлю где-то 3,5 и строчу четко по линии до вот этой точке. все строчку проложила а теперь закрываю молнию и строчу от этой точки вот сюда иголочки все убираем эту часть приутюживаем обязательно и прокладываем строчку ткань темная не видно совсем осторожно чтобы пройти молнию ставим закрепку все убираем иголки игольфик приутюживаем вот гольфик готов так он выглядит с лица так снаружи как я вам говорила на этом этапе я прячу хвостик сюда один и можно одновременно ну не одновременно конечно вот здесь закрепляю и вот этот кусочек ниточки тоже закрепляю теперь надо приутюжить и собирать дальнейшем брюки значит все остальное как обычно как я показываю у себя на канале вы можете стачивать как отдельно заднюю половинку и потом соединять по шаговому это никакая не ошибка кто как привык однозначно нужно соединить шаговый боковой средний и все швы разутежить и уже встретимся на поясе сейчас я вам покажу как непосредственно делаю подгибку низа откладываю 4 сантиметра вот эта полосочка заворачиваю сначала два и по краю на расстоянии 0.1 от края даю строчку это не основная строчка это строчка ориентир она помогает мне не использовать ручную наметку и иголки которые я очень-очень не люблю по кругу переворачивая штанину таким образом прокладываю строчку и выхожу на начало строчки вот теперь нужно подвернуть еще один раз и попытаться попасть в первую строчку чтобы строчка была ровная можно поставить какой-то для себя ориентир я чаще всего использую магнит специальный магнит и когда строчу ориентируюсь непосредственно только на него на иглу не смотрю вообще получается очень ровная аккуратная подгибка низа если вам нравится такой способ используйте его тоже обязательно важным совместить боковой шаговый шов для того чтобы внизу все сошлось так выглядят брюки уже собранные подгибку низа мы сделали швы все разутюжили вот так выглядит уже отутюженная подгибка и теперь непосредственно можно приступать к поясу но прежде чем его пришить и о нем рассказать обязательно советую если вы используете ткань джерси растяжимую по краю брюк то есть по талии сделать строчку на расстоянии 0,7 от края можно с большой частотой стежка я использую 5 мм она позволит при притачивании пояса не растянуться поясу по талии тем тем самым вы еще закрепляете разутюженные швы по бокам строчка должна быть ровная потом ее можно удалить но лучше строчить на 1 сантиметр дальше чтобы не было ее заметно одну часть пояса подворачиваем на сантиметр и застрачиваем это технически я это делаю потому что чтобы не наметывать лишний раз аккуратно застрачиваем вот так с изнанки незаметная строчка я продолжаю верхнюю часть пояса то есть вот там где у нас гульфик виден вот так складываем сантиметр в шов сворачиваем и застрачиваем по краю вот что получается теперь уголок выворачиваем и теперь нам нужно его уложить на лицевую сторону вот нужно его уложить скрепить я его сразу закрепляю здесь на этом участке чтобы он никуда не сместился можно закалывать и все ну я закрепляю и здесь строчка должна быть где-то сантиметр потому что нам нужно перекрыть стабилизирующую ну в крайнем случае стабилизирующую можно всегда вытащить вот и вот этот участок можно поставить себе ограничитель сантиметр я закрепляю вот и теперь нужно пристрачивать пояс и припосаживать низ легче всего делать с другой стороны поэтому здесь я закрепила и плавно плавно ищу начало пояса вот так аккуратно перемещаю вот и начинаю притачивать его с этой стороны вдоль швом сантиметр уголок с той другой стороны тоже обработали аналогичным образом и теперь так как у нас подстроченный край нам достаточно приметать очень здесь толсто поэтому я буду приметывать приметываем так чтобы нижняя часть захватилась и мы иголку вставляем и будем строчить в канавку вот сюда чтобы не было строчки на то же время то есть ее не было видно она была вот и мы теперь вот таким образом приметываем прощупываем где нижний край и потом уже даю строчку так как здесь очень плотно нужно постараться мы все время контролируем себя руками вот так и смотрим чтобы ширина пояса тоже была одинаковая вымеряем эти все моменты и наметываем пояс по всему периметру все пояс приметали и теперь устанавливаем иглу и строчим вдоль канавки здесь очень толсто поэтому я сейчас начну и потом буду дошивать за камерой нам останется только пришить пуговицу и пробить петлю но это и каждый справится вот я аккуратно все раскрываю слегка проступает строчка строчка которая стабилизирующая вот здесь вначале но я ее удалю и вот раскрывая строчу в канавку и так это выглядит а с этой стороны мы захватываем нижний пояс в принципе все убираем потом наметку пояс приутюживаем а я забыла сказать что резиночку я решила не вставлять я слегка припосадила пояс и оно теперь плотненько сидит но если чуть похудею резиночку всегда можно вставить по двору по бокам вот так что я пока буду без резинки продолжаю нитки взяла черные вот так чтобы их не было видно и продолжаю притачивать вернее настрачивать хотела бы шлевки но шлевки здесь не получится очень уж толстая ткань с начосиком поэтому как-то так все вроде бы хорошо получается продолжаю все все мои брюки готовы вот так они выглядят мне очень нравится посадка у них на мой взгляд отличная так обработан низ значит ничего лишнего карманов нет резинку как я вам сказала уже я решила не вставлять это в крайнем случае так выглядит гульфик пуговицу пришила пробила петлю вот такая петля вот так выглядит гульфик изнанку уже показывала вот самые простые элементарные брюки которые можно себе сшить за пару часов если у вас отработана выкройка и советую вам обязательно отшить макет сначала построить потом отшить макет и на основании уже отшитого макета внести изменения и дальше сшить себе брюки различных конфигураций если сегодняшний мастер-класс вам понравился ставьте пальчики вверх нажимайте на колокольчик и вы первыми узнаете о всех новинках которые выходят на моем канале ну и конечно же обязательно шейте и у вас обязательно все получится я точно знаю макет Субтитры создавал DimaTorzok